Волгоград 1 Волгоград 1 Волгоград 1 Акция «Красная гвоздика» проходит в период с 20 апреля и вплоть до 22 июня. Но самый наш масштабный выход осуществляется 9 мая. То есть в 78 годовщину Победы вы сможете найти нас, волонтеров Победы, на улице города и получить у нас за пожертвование «Красную гвоздику». Для чего проводится эта акция? Эта акция проводится для того, чтобы помочь ветеранам получить какую-либо помощь. Например, ветерану необходим протез или, например, слуховой аппарат. И с помощью данной акции и фонда «Память поколений» мы можем помочь ветеранам приобрести тот или иной аппарат. Мы, наверное, должны сказать о том, что это не только ветераны Великой Отечественной войны. Правильно я понимаю? Да, все верно. Это ветераны не только Великой Отечественной, но и ветераны любых других военных действий. Девочки, ну вы такие молодые, красивые. Я не могу вас не спросить, как вы пришли в волонтеры и чем вы занимаетесь в свободное время от вашей замечательной такой нагрузки? «Лично я на данный момент учусь в 11 классе, готовлюсь к ЕГЭ. В волонтерство я пришла полтора года назад, активно занимаюсь и чаще всего, на самом деле, я остаюсь за кадром. Я являюсь координатором направления «Медиа Победа» Волгоградского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Алена, а ты? Я обучаюсь в Волгоградском государственном техническом университете. Волонтерство «Волонтера Победы» пришла год назад. Сейчас являюсь членом федеральной команды волонтеров «Победы» корпоративного университета. Как стать волонтером «Победы»? Как вы стали? На самом деле, это все очень просто. Необходимо просто зарегистрироваться на нашем сайте волонтеры-победы.рф, грамотно заполнить паспорт волонтера, пройти собеседование с региональным руководителем и как только, так сразу вы можете посещать мероприятие. Насколько сложна вообще работа, вот ваша работа волонтера? Думаю, что это не так сложно. Когда есть желание, все происходит довольно легче. Если есть у человека желание, то у него не составит труда сходить к ветерану или помочь в проведении масштабного мероприятия. Алена, а вот ты помнишь свой первый выход к ветерану? Да, помню, это было в прошлом году, перед 9 мая. Мы посетили именно ветерана в Волгограде, в городе, вместе с волонтерами «Победы», подарили ему, соответственно, памятные подарки и поздравили с праздником. Ощущения какие были? Как ты это вспоминаешь? Я смотрю, у тебя слезы даже накатились. Это ощущение гордости за свою Родину, за то, что, соответственно, они, благодаря им, сейчас у нас мир на небо, на головой и все мы живем счастливо. Трофея, а ты помнишь первый свой визит? Думаю, да. Это действительно было очень... Меня переполняло чувство гордости, и я безумно благодарна ветеранам за то, что я могу находиться здесь и сейчас. Ну, когда вы приходите к ветерану, это же не просто вы пришли, подарили, и все. Ветеран хочет внимания, правильно, что-то рассказать. Как вы на это реагируете? Вы остаетесь ровно столько времени, сколько надо с ним побыть? Да. Очень часто ветераны предлагают остаться, посидеть. Было такое, что мы засиделись буквально на 4 часа, и мы общались очень душевно с ветераном. Он рассказывал о своей жизни. Мы рассказывали, потому что ветеранам очень часто интересно, чем сейчас занимается молодежь, нынешнее поколение. Мы рассказывали о своей жизни, интересовались его жизнью и в довоенное время, и в послевоенное время. А вот эти рассказы вы потом переносите своим друзьям, рассказываете так же. Получается, можно же так привлечь, правильно, еще кого-то, что-то интересное рассказал, он скажет, что тоже пойду послушаю. Да, на самом деле очень часто так и происходит. Рассказываешь друзьям, они начинают интересоваться и думают, ой, это круто, пойду тоже узнаю. На самом деле сейчас очень многие молодые люди считают так, что вот я не застал своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Поэтому я хочу пообщаться, пока есть такая возможность, с другими ветеранами, чтобы узнать поподробнее именно из их уст. Какая-то самая невероятная история, которая настолько вас поразила, что вот забыть невозможно, есть? Как и не вспомнишь, их достаточно много. Алена, может быть, у тебя какая-то есть история, которая тебя поразила, и ты ее потом рассказывала своим друзьям? Ну вот, наверное, действительно самое вот, то, что запомнилось нам, это когда мы сидели, сидели буквально 4 часа, о чем я уже говорила, у ветеранов в гостях. Это было очень душевно, это было очень так вот атмосферно. Они делятся своими фотографиями, мы рассказываем, что происходит сейчас, и это очень душевные диалоги, они затягиваются очень надолго, не хочется уходить, поэтому возвращаемся к ним. Ну, вы, получается, же ходите не только перед 9 мая, но и в какие-то другие дни или нет? Или вот исключительно вот с апреля по июню, и все, и на этом ваша работа закончилась? Мы течение всего года, мы посещаем ветеранов, также они могут позвонить нам, а мы к ним приедем, также там помочь с продуктами, помочь что-то дома, просто поговорить, это все делает надерпобеда. Опять же, повторимся, что это не только ветераны Великой Отечественной войны, но и других боевых действий, которые принимали участие наши солдаты. Сколько же у нас на сегодняшний день волонтеров, что вот вы успеваете охватить вот такое количество людей? На данный момент на сайте Волгоградской области зарегистрировано более 8 тысяч волонтеров Победы, по всей России достигает более 600 тысяч. Как вы считаете, достаточно этого количества, или вот вам все-таки нужны еще помощники ваши, которые с вами будут ходить? Ну, так сказать напрямую нельзя, то есть это с каждым днем все больше и больше волонтеров Победы становится, все больше прибавляется в наших рядах людей, потому что с каждым днем людей все больше и больше заинтересованы данным движением. Ну, с каждым годом получается больше, да? Да. Вот в этом году сколько приросло, давайте похвалимся. В этом году, если не ошибаюсь, на 150-200 тысяч человек. По Волгоградской области? Нет, по России, да. А по Волгоградской области не на 2 тысячи волонтеров? На 2 тысячи волонтеров. Как вы считаете, это такое хорошее количество или нет? Или хочется, чтобы еще больше было людей, которые будут вместе с вами, вот в таких же жилеточках, с гвоздичкой? Это хороший прирост, но я думаю, что дальше больше, и дальше будет еще больше заинтересованных ребят, которые будут интересоваться сохранением исторической памяти, помощи ветеранам и сопровождение ключевых событий, посвященных победе Великой Отечественной войне. Что для вас, для каждой 9 мая? Давайте вот такими эмоциями поделимся, с чисто человеческими. Чтобы показать, что ветеран, простите, волонтер, это обычный человек. Ну, в первую очередь, это гордость. В твоей семье есть ветераны? К сожалению, я не смогла застать участников в своей семье, вот, но я прям заслушиваюсь, когда бабушка рассказывает про моих родственников, о том, что они вот участвовали, что они прошли, это безумно интересно. Алёна. Это, во-первых, это гордость за свою страну, это гордость, что в твоей семье тоже были ветераны, они также воевали. Сейчас у нас прирастает все больше ветеранов, так другие воины тоже идут, ветераны появляются, то есть именно на данном празднике мы можем услышать их истории, поделиться своими историями жизни. И это очень радостно за свою страну и гордость, что столько людей заинтересованы в данном празднике и не покинут его и не забудут никогда. Возвращаясь к красной гвоздичке, той самой, с которой мы начали сегодняшний наш эфир. Девочки, как получить эту гвоздичку? Что для этого надо сделать? С 20 апреля на улице города по всей нашей стране выходят волонтеры Победы со специальными боксами. И подойдя к ним, вы можете за пожертвование, за любую сумму, которую вы пожелаете отдать, получить такой вот значок красной гвоздики. Если я правильно понимаю, какой-то фиксированной цены у этой гвоздики нет? Да, все верно. Фиксированной цены нет, мы ее не продаем. Человек самостоятельно отдает пожертвование. Он может получить гвоздичку, пожертвовать тремя способами. Это через смс по номеру 2206, отправить смс с суммой. Тогда с его счета будет списана данная сумма. Второй способ – это за наличные, то есть можно наличные опустить в специальный благотворительный бокс. И третий – это с помощью QR-кода, наведя камеру на который, можно будет перевести сразу в фонд памяти поколений. То есть сторонних каких-то людей, которые могут продавать что-то, просить какие-то деньги за эту гвоздичку, их не существует. Только волонтеры Победы в такой же леточке, как сегодня мы увидим, да? Конечно, не могу не спросить, сколько в прошлом году удалось собрать средств. В этом году, наверное, еще рано, только акция началась. Мы подведем итог попозже. А как с прошлым годом? В прошлом году по всей России было собрано более 6 миллионов, и помощь была оказана 55 ветеранам боевых действий. Чаще всего на что идут эти средства? На лекарства, может быть, на какое-то оздоровление, отдых какой-то здоровительный, либо просто финансовую помощь? Чаще всего средства идут на протезы, возможно, слуховые аппараты. Иногда средства идут в помощь каким-то медицинским учреждениям для покупки нового оборудования. Но чаще всего покупаются протезы, слуховые аппараты и прочее. Если мы говорим о средствах, с каждым годом все больше и больше людей старается принять в этой акции или нет? Суммы растут? Суммы растут. Это однозначно. Люди узнают об этой акции. Акция в этом году, это уже шестой год подряд, когда проходит данная акция, и количество людей действительно увеличивается. Мы сейчас говорим о сумме, чтобы я правильно, может быть, вопрос неправильно задала. Смотрите, больше становится именно людей или суммы, которые люди готовы пожертвовать, или просто те, кто хочет принять в этом участие? Смотрите, есть два варианта. Следовательно, они именно принимают непосредственно участие в акции как волонтеры. То есть они могут зарегистрироваться на сайте волонтеров, соответственно, волонтеровпобеды.рф и получить такой же бокс и ходить помогать. Но важное условие, что человек будет старше 18 лет, чтобы ходить с данным боксом. Или даже второй вариант, это, соответственно, пожертвование. Даже если мы опустим какую-то там сумму некую в этот бокс, получим гвоздичку от волонтера, мы тоже уже автоматически, практически считаемся волонтером победы. Ну, не совсем. Вы становитесь участником акции. То есть участником акции может стать любой желающий, который готов пожертвовать любую сумму на помощь ветеранам. Вы сказали о том, что можно стать волонтером победы. Кроме того, что получите вот такой бокс, еще что делает волонтер победы? Ну, вот заполнила я анкету, да, на сайте. Дальше что? Что мне делать дальше? Или мне позвонят, меня куда-то позовут, или что? Чтобы стать волонтером, это первое, что вы регистрируетесь непосредственно на сайте волонтеропобеды.рф. Далее с вами связывается непосредственно региональный руководитель, проводит с вами собеседование. Он спрашивает, готовы ли вы помогать в акциях, что у вас интересно, потому что волонтеры победы не только работают с ветеранами. Они могут также помогать и сопровождать мероприятия различного характера, могут ходить проводить уроки в школах, истории. И, следовательно, также у нас имеются школьные отряды. То есть это очень многогранно. Если вы к этому готовы, соответственно, вы проходите данное собеседование. У вас на сайте имеется перечень мероприятий, актуальных на данную дату. Вы на любой из них записываетесь. С вами связывается уже непосредственно руководитель мероприятий или же тем лидер и говорит о ваших дальнейших действиях или функциональных мероприятий. А заставить не могут? То есть нет у меня сегодня времени куда-то бежать. То есть все нормально относятся и говорят, ну ладно, давай в следующий раз. Волонтеры Победы – это добровольческая организация, где все по своей воле и абсолютно добровольно. Если кто-то не может в определенную дату, конечно, мы поймем и скажем, ну ничего страшного, потому что нельзя заставить человека. Там на сайте высвечены сразу мероприятия, дата и время его проведения. То есть если вы можете в данную дату, вы записывайтесь на мероприятие, если нет, соответственно. То есть куратор не позвонит и не пругает, скажет, что я-я, мы тебя приняли, на тебя надежды возложили, а ты вот не пришел. Нет, ни в коем случае такого не будет. У нас все абсолютно добровольно. Позвращаясь к этой замечательной коробочке, которая, я надеюсь, будет все больше и больше наполняться. Девчата, вот вы молодые, красивые, не страшно сходить с деньгами? На самом деле нет, потому что благотворительные боксы, они опечатаны. Если снять пломбу, то будет это видно и понятно, что бокс открывали и там может сумма денег уменьшится. А к вам как-то по-другому люди на улицах относятся или нет? Вот видят и говорят, а вот смотри, да, с уважением, с каким-то, может быть, с трепетом. Люди подходят с уважением, они понимают. Многие слышат, потевили видение о данной акции, многие от своих друзей, знакомых. И поэтому достаточно положительно считают, что нужно помочь. Нужно помочь, помогают. Сколько вот за эти 6 лет, которые существуют акции в Волгограде, удалось помочь? Сколько человек вы охватили своей помощью? За 6 лет в Волгоградской области помощь получили 201 ветеран боевых действий и было собрано около 18 миллионов рублей. Такие достаточно большие суммы, да? Чаще всего перечисляют безналичными все-таки? Тут нельзя сказать однозначно. Перечисляют как и безналичными, так и наличными. Где же все-таки вас искать конкретней? То есть, ну вот, выходим мы 9 мая, куда вас искать? На самых оживленных улицах. Это Аллея Героев, парк у подножия Мамаева Кургана, Центральный парк культуры и отдыха. А также мы выходим возле бронекатера 31. Каждый день? Или вот именно 9 мая? Или вот в праздничной, например, вот седьмого, там полдевятая, вы все время вот на этих точках кого-то можно будет найти? Седьмого по девятый мы точно будем на этих точках. Чаще всего мы выходим именно в преддверии. И самый наш масштабный выход будет именно 9 мая. Итоги акции мы когда с вами будем подводить? После 22 июня уже это будет крайняя дата завершения данного мероприятия. И потом уже можно говорить о итогах. Дальше как вы будете действовать? Получается, вот собрали вы некую сумму, да? Я надеюсь, чем больше, тем лучше. Дальше как? У вас уже есть ветераны, которые с запросами? Или вы будете смотреть, кому будет более необходим в этот момент? Ну, общую сводку будет делать память поколений.рф. Соответственно, это является фондом, и они уже делают распределение по запросам. Некий отчет. Конечно, каждому из нас хочется понимать, что деньги действительно дошли. Правильно? Какая бы там сумма ни была, но хочется, пусть небольшой, вот этой копеечкой своей, но помочь конкретному человеку. Где-то можно увидеть этот отчет обычному человеку. С более подробной информацией можете ознакомиться на данном сайте. Там все представлено в открытом формате. То есть все данные, все ветераны, вот, пожалуйста, знаешь, кому помогли в этот раз, правильно? Да. Что ж, хочется вас поблагодарить. Девчонки, спасибо вам огромное за то, что вы есть, за ваше неравнодушие. Пожелать вам удачи, удачи вашим коллегам, волонтерам, чтобы ваши коробочки наполнялись каждым годом все больше, чтобы вы несли помощь, добро нашим замечательным ветеранам. А телезрителям мы напоминаем, что вот такие красные гвоздички вы можете получить с 7 по 9 мая на праздничных улицах нашего города у волонтеров Победы. Подходите, не стесняйтесь, увидите девчонок с гвоздичками в беленьких жилеточках, подходите, берите гвоздички. А это была программа «Званый гость», телеканал «Волгоград-1». Не переключайтесь, оставайтесь с нами, еще очень много интересного в эфире.